Прости, Робаяка, но ты не оставила мне выбора. Я преподам тебе урок. Моя свинка 13 вырвет из тебя пару кусков мяса. Друзья, вы на канале Дмитр, Розы. Мы сегодня будем продолжать играть в игру по названию Mr. Me 2, версия 1.0. Давайте же будем стартовать. Мы сегодня будем проходить уже через главную дверь, через главный вход. Давайте будем стартовать. Поехали. Легкий режим. Активировать старые облики. Пусть будет. Короче, стартуем. Не могу я пройти, пробовал. Даже вне ролика не получается у меня. Не вижу, где спавнятся вещи. Надеюсь, сегодня у нас все это наладится. Реально, респавны очень жесткие. И кто проходил, возможно, знает это. Предметы спавнятся абсолютно непонятно где. И у меня такое впечатление, что они вообще не спавнятся. Это какая-то жесть полнейшая. Министер Мит. Привет. Вот он, оригинальный облик мистера Мита. Смотрит, расхаживает там вовсю. Короче, мы стартуем. Я надеюсь, что респавн попадется мне какой-то хороший. И все предметы будут спавнятся там, на тех местах, где я, в принципе, знаю, где лазить. Если же нет, то это будет немного плоховатенько. Ну и тогда мы уши не пройдем вовсе. Так, значит, значит, так. Мы спускаемся ниже немножечко. Смотрим, что у нас здесь. Возможно, какой-то предмет будет. Возможно, я какой-то предмет пропустил. Это нам не надо пропускать. Предметы нам не надо. Так, ванная комната. Здесь все пусто. Бац, 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 двери. Опа, рычаг. Так, есть такое дело. Ура, ура, ура. Рычажочек у нас есть. Он нам пригодится. Потом я могу его сбросить возле этой вот двери. Бросаю. Бац. Потом он нам, конечно же, пригодится. Смотрю дальше. Шарим дальше. Вот эту вот ванную комнату. Бац, бац, бац. Что у нас здесь? Могу я смыть? Что это такое? Смыть в туалет. Только могу смыть в туалет. Не подходит нам такое. Дайте мне, дайте мне какой-то предмет. Пока что просто шарим. Потом уже будем ходить и смотреть, что к чему, что да как. Так, предметы, предметы. Там пончики были у нас в шкафчике. Пончики, пончики, пончики. Здесь, к сожалению, пусто. Хорошо. Тут у нас что? Тут у нас была свинья, которая играла в компьютер. В косынку там. В карты, да. Смешная такая свинка. И у нее... О, и у нее есть ножницы для резки металла. Целых два предмета нужных. Ого. Ого-го. Оно нам здесь пригодится. Я пока что здесь брошу. Хорошо. Оно нам потом пригодится. Ладно, идемте сейчас уже пропуск брать у этого свина. У мистера Хрунделя. Сейчас будем уже брать пропуск. Мистер Хрундель. Здравствуйте. Бац. Сжахнули его хорошенько. И он нам дает пропуск. Вот он, наш любимейший пропуск. Здесь, опять же, никаких предметов я... Ну, пока что я не вижу. Да и вовсе их наверняка здесь и нет. Наверняка их здесь и нет вовсе. Так, спускаемся ниже. Применяем. Значит, сюда. Бац. Есть такое дельце. И уже рычаг я тоже могу, в принципе, применить. Правда? Тут ничего не могу открыть. Здесь что у нас? Выход, возможно, есть куда-то. О, тут я могу перелезть. Но это нам не надобно. Конечно же, нам такое не надобно удовольствие. Мистера Мита я не вижу еще пока что. Тут у нас грузовик его любимейший. Любимейший грузовичочек. Так, и нам рычаг надо применить в том месте, где у нас полицейский Эндрю. Эндрю, Эндрю, полицай. О, прямо здесь оставил свой дробовик. Мистер Мит. Что-то он глуховатенький стал. Я могу этот дробовик куда-то закинуть, допустим, сюда, наверх. Во, хорошо, чудесно. Пусть будет там. Рычажок у меня имеется. И Мистер Мит вроде зашел даже... О, вот он там. А я поднимаюсь наверх тем временем. Поднимаемся сюда. Погоди, эй, эй, погоди. Да, я сюда. Сначала рычаг применю, а потом ты уже будешь эйкать, звать меня во все горло. Так, тут у нас пусто. Это я могу приоткрыть. Чикс. И окно я сейчас тоже могу, в принципе, приоткрыть. Что же мне даст этот полицейский? Интересно, какой предмет? Как вы думаете? Не знаю. Так, Эндрю. Давай, я с тобой говорю. Тут сейчас Мистер Мит поднимется. Быстрее. Быстрее. Эндрю, давай мне уже этот предмет. Хватит. Хватит говорить. Вот бы здесь можно было промотать. Вот нажимаешь на Эндрю, и он проматывает свой диалог длинный. Давай мне канцелярский нож. Давай мне... Или ключ от грузовика. О, диск мне дал. Ничего себе, прикольно. Спасибки. Диск мне пригодится потом. Очень даже кстати. Очень даже кстати. Окно я могу через окно вылезти. Пока что нет, наверняка. Наверняка я пока что вылезти через окно не могу. Да и не надо лезть. Там ничего у нас нету подготовленного. Поэтому я там разбиваться не хочу. Не хочу. Не хочу. Здесь что? Там тоже не пойми чего. Ой, мистер Мит, привет. Где ты свой дробовик потерял? А, Митька? Скажешь нам или будешь молчать? Он предпочитает молчание. Ну хорошо, хорошо. Молчи пока можешь. Так. Молчи пока можешь. Потом вообще не будешь ничего говорить. После того, как мы тебе отомстим. Я очень на это надеюсь, что мы сегодня уже наконец-таки пройдем. Так. Дальше могу спуститься ниже еще. Походу он куда-то туда идет. Сюда зайти я не могу. А нам что надо? Нам надо цемент. Нам надо цементик. Сейчас мы будем цемент искать потихоньку. Так. Здесь была еще одна простыня. Точнее скатерть. Скатерть. Самобранка. Где она? Не вижу. Вот она скатерть здесь. Хорошо. У бугайчиков пока что шарить я не очень хочу. Тут закрыто. Надо будет обрезать. Скатерть у меня уже есть. Самобранка. Скатерть. Самобраночка. Нам нужен цемент сейчас. Сейчас мы его будем находить. Скатерть я здесь пока что брошу. Нам она не надобна. Так. Тут у нас дробаш. Дробаш мистера Митта. Походу у нас цемент где-то там находится. За этой штукой. Сейчас посмотрим. Цементик. Вот он здесь. Правильно. Все я правильно подсчитал. И дальше мы должны подняться наверх. Дальше мы должны подняться наверх потихонечку. Вот мистер Митт. Гуляет себе. Молодец. Гуляй дальше. Пока мы тут будем от тебя сбегать. Пока мы будем от тебя сбегать. Ты себе гуляй. Тек. 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 Это нам надо было здесь применить. Я помню. Так. Бац. Применяем. Шпунькс. Цементик. И у нас тут цифры 1, 7 и 8. Давайте все по порядку. Или давайте с конца начнем. С конца начнем. С конца начнем. Пока что. Бац. Не сработало. Сначала начнем. Бац. 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 Что тут у нас? О, сработало. Ура. Надейте ножницы для металла. Есть у меня уже такие. Я их уже могу спокойно применять. Тут вроде все на месте. Ничего нету. К сожалению. Хотелось бы какие-то хотя бы предметы полезные. Так. Тут у нас есть ножницы для металла. Замок. Отстегиваем. И тут у нас есть пропуск. Это хорошо. Но я хочу еще замочек применить в другом месте. Попытаться. У тебя у свиньи ничего нет больше? Больше вроде ничего нету. Так. Ножницы по металлу я спускаю вниз. Где-то там мы их сейчас будем тоже применять. О, мистер Мид. А куда же мне деваться от тебя? Скажешь мне или нет? Не поднимется же. О, он ушел. Ну хорошо тогда. Тогда это просто великолепно. Так. Вот он тут стоит немного. Лагает. Багает. Багает. Закрывает дверь за собой. А я ухожу в эту сторону. Ты смотри на него. Сразу же меня заметил. Ну, какой ты, мистер Мид, внимательный. Прям я поражаюсь. Я поражаюсь твоей внимательности. Так. Ножницы где-то здесь надо было применить. Тут бугайчики. А тут ножницы. Я помню. Да-да-да-да-да. Так. Или нет. Погоди. С другой стороны. Не туда я зашел немного. Не туда судьба привела меня. Так. Шкаф. Замок. Есть. Есть такое дело. Взяли эту штукенцию. Выходим. И бросаем ее где сетка у нас была. Где эти будки были. Ву. Прямо здесь. Да можно, в принципе, и применить уже. Но я бы хотел еще белую простыню взять. Это было бы неплохо. Правда? Это было бы довольно-таки неплохо. Так. Где наш мистер Мит? Где наш мистер Мить? Я его не вижу. О! Вот он здесь был. Поспешил я. Блин. На свинке новый облик. Тоже мы посмотрим. Как бы. Как бы грустно это не звучало. Так. Бац. И у нас есть один электрошокер. Давайте уже что ли будем загружать эти. Вот. Простыни. Скатерти. Сейчас мы будем наверх их загружать. Так. Код безопасности тоже у меня, в принципе, имеется. Это все у меня имеется. Бац. Хорошо. Дун-дун-дун-дун. Такая еще мелодия прикольная. Да? Прямо как в Hello Neighbor 2. Когда ты какой-то предмет берешь. Или что-то типа того. Там тоже что-то похожее. Дун-дун-дун-дун. Так. Хорошо. Хорошо. Три из двух. Еще тут у нас в подвале, я помню, был ключик полезный. Да? Ну-ка. И есть ключ уже от грузовика. Хорошо. Неплохо. В принципе, неплохо. Также к бугайчикам мы должны еще зайти потом. Бугайчики тоже. Мы с ними будем там взаимодействовать. Так. Грузовик где? У нас он был в этой стороне, по-моему. Где-то в этой стороне был грузовик. И бугайчики у нас тоже где-то здесь. Так. Так-так-так-так-так-так. Ключ от грузовика есть. И диск тоже вроде есть. Нам остается канцелярский ножик. Канцелярский нож. Остается нам. Где мой диск? Нет, я его затолкал, походу. Только не... А, нет. Вот он есть, но его не видно. Вы это видели? Капец, за текстуру куда-то. Давайте я все же его оттуда вытащу. А то мало ли что. Будем кидать, короче, предметы наши где-то здесь. Я думаю. Вот ключ. Или что я там бросил? Погоди. Вот он, диск, наконец-таки. Бац. Пусть они здесь будут, потому что тут грузовик будет ехать. В спуске могу еще взять этот ключик. Бац. Но я не вижу канцелярский нож. К сожалению. Тык-тык-тык-тык. Тык-тырик-тык-тык. Я вышел на улицу. Грузовик у нас тоже где-то здесь был. Или в этой стороне? По-моему, в этой. Давайте идем в эту сторону. Я тут не ориентируюсь в карте вообще. От слова совсем. От слова совсем не ориентируюсь. Ну ладно. Что есть, то есть. Так. У нас был пропуск. И нам надо еще белую простыню взять. Может к бугайчикам сейчас мы надвинемся? Будем путь держать. Или что? Не знаю. Сейчас посмотрим. Сейчас мы посмотрим. Звезды. Звезды красивые. Красивые звезды. Я хочу все же к бугайчикам. У них тут ничего нет. Это капец какой-то. Мне не хватает белой простыни, которую я вообще без понятия где она. И где-то что-то еще мне не хватает. Или вроде все уже есть. Я не знаю. Нет. Вроде этих двух предметов как раз таки мне и не хватает вовсе. Может что-то здесь будет. Ну-ка. Бац. Бац. Что-то. Хотя бы дайте мне канцелярский нож уже. Несчастный. Так. Никого не вижу. Я тоже слышу своих родственничков. Тут камеры как будто. Ну в кавычках. Да. Посмотреть нельзя. Патричи. Ну я капец. Я не знаю. Не знаю что мне делать. Респавны вообще какие-то дурацкие попадаются мне всегда. Как мне с этим бороться? Где мне белую простыню найти? Где мне найти белую простыню? Эту дурацкую. Ооо. Я уже такой злой на эту игру. Я вам просто передать не могу. Простыня у нас была здесь. Это уже хорошо. Я хоть что-то уже нашел. Ура. 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 А вот и мистер мид. Ооо. Блин. Я же хотел тебя электрошокером. Все ребят. Я не могу. У меня уже нервы не выдерживают пройти эту игру. Тут такие респавны. Я вам не могу передать. Надо 40 минут, блин, сидеть и проходить. Я в шоке. Я просто в шоке. Это двинуть. Зачем я это сделал? Непонятненько. Снимите панель. Какую панель? Какую панель вам снять? Вот эту вот что ли? Не вижу я ничего. Капец. Полнейший. Как это пройти? Как это по-вашему пройти? Я не понимаю. Ржавчина. И чё? Здесь что ли могу? Нет, не могу. Какую панель? Вы о чём? Вы о чём? Какую панель? Попьё, попьё. Панель не вижу. Ага, вот она здесь. Всё увидел наконец-таки. Так, поднимаемся, да? Снимаем панель. И вылезаем куда-то наверх на чердак. Ого. Вентиляцию. Могу где-то тут что-то найти. Нет. Чё-то, возможно, какой-то предмет здесь будет. Нет, ничего нет. Последняя попытка у меня остаётся. Я в шоке. Я просто, я в шоке. По-другому я сказать никак не могу. Жестяр. А то он у меня багнул там как-то. То ли, то ли что, я не знаю. Как мне пройти? Где этот нож канцелярский? Дурацкий ещё брать? Я в шоке. Я просто в шоке. С другой стороны. Здесь я тоже всё шарил. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, видимо, не судьба. Столько раз пробую, и не судьба наверняка. Придётся, значит, проходить уже в следующих сериях. Потому что реально я в шоке. И ухожу. Отсюда вас спокойной душой. Если нет, то я не знаю, что мне делать. По-другому никак. По-другому никак. Так, тык-тык-тык-тык-тык-тык. Значит, мы идём дальше. Мы идём эту простыню уже применять. На полном серьёзе. Будем сейчас её пользоваться. И нам остаётся что? И нам остаётся всего лишь... Всего лишь ещё что-то интересное. Это нож канцелярский. И всё, в принципе, да. Но не знаю, где он. Вот это вот тоже проблема. Это тоже проблема большущая. Может здесь, слушай? Действительно, наверняка он здесь где-то прячется. А может быть и нет. Нет, сейчас я посмотрю. Ну-ка. Залезаем. Нет, здесь у нас будет один из ключей. Ключ Б. Здесь канцелярского ножа не может быть, к сожалению. Или может. На нормальную концовку. Почему у меня так всё это работает? Я без понятия. Ножей никаких канцелярских я не находил. Ключ от грузовика. Может реально там, где грузовик, это всё дело? Не знаю. Давайте уже хоть на свинью эту поглядим. Поугараем с неё. Потому что реально я не могу ничего сделать. Ничего сделать я не могу. Придётся наверняка грузовик отодвигать. Ну а где канцелярский нож? Где мне его найти? Ключ от грузовика? Нет, сломанный ключ. Вот он. Ключ от грузовика. Применяем. Короче, я не знаю, как это пройти. Как это пройти? Где нож канцелярский? Где вы его видели, ребятки? Напишите в комментах. Если бы я умела водить, я бы сбежала отсюда на этой штуке. Что ж, попытка не пытка. Ну давай, попробуй. Бац. О, выломали двери. Опять же, хрундель за нами уже бегает. А я не вооружён совсем. Вообще. Где-то свинья. Вот она там. Пошла вон. Бац, врезалась. Где ключ? Где ключ? Где? Точнее, нож уже канцелярский начинает путаться. В мыслях и во всём. Я не знаю. Вот эта свинья там. Ножа я не вижу. Сейчас придётся наверняка... Найдите ключ от котельни. Так я его крафчу. Какой ключ от котельни? Ты о чём? Один предмет. Мне остаётся нож всего лишь найти. Я пройду, в принципе, но... Я не знаю. О! Нет, всё, я уже не пройду. О, блин. Ну всё уже. У нас зато новая концовка с новыми обликами. Ты посмотри-ка. Очнулась. Прости, Робека, но ты не оставила мне выбора. Я преподам тебе урок. Моя свинка-13 вырвет из тебя пару кусков мяса. Теперь ты научишься уважать отца. Вот эта свинка-13. Капец. Нет. Бац. Схавкала нас. Капец. Сбежать не удалось. Не удаётся мне сегодня сбежать. Целый день играю. То у меня где-то нож куда-то не туда зареспавнится. То ли что. Уже в следующей серии мы будем проходить. Ну а на этом я с вами пока что прощаюсь. Это был Мистер Мид 2. Версия 1.0. Всем удачи. Всем пока-пока. Ссылочка на дискорд, на плейлист, на игру, на донатик, у кого есть желание и возможность поддержать меня лично. Донатикам буду всегда благодарен. Спасибо Ронкету, Итачи, Дозайке. Это топ-донатеры нашего и канала. Увидимся в следующем видеоролике. Всем удачи. Всем пока.